Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Зачем молитвенный труд и долговременное пребывание в молитве? Разве Господь не слышит коротких, но искренних и горячих молитв? Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, хотелось бы в первую очередь вспомнить слова Священного Писания из послания святого апостола Павла. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова есть воля Божия Христе Иисусе в вас». И вашему вниманию, дорогие друзья, кому интересно, кому хочется знать, как святые отцы церкви, то есть люди, которые Священное Писание читали, которые стяжали благодать Божию, которые к Богу приблизились своей любовью, своими добродетелями, своей чистотой сердца, как они смотрели на молитву. Зачитаю вам наставление Священноисповедника Василия Преображенского, которое называется «Молитвенный труд». Я надеюсь, вам это будет полезно. Несомненно, порой и моментальная молитва, приносимая от чистого сердца, бывает услышана Богом. Тем не менее, продолжительная молитва очень нужна. Но существуют известные обстоятельства и условия, которые делают такую молитву плодотворной, и при нарушении которых она приносит более вреда, чем пользы. Согласитесь, интересно, неужели молитва может приносить больше вреда, чем пользы? Во-первых, говорит Священноисповедник Василий, молитва, ее мысли, ее слова должны приковывать к себе все наше внимание. А это возможно лишь в том случае, если напряженность и длительность молитвы соразмеряются с нашими силами. Духовные силы человека развиваются и растут постепенно. Поэтому тот, кто только начинает жить духовной жизнью, не может сразу взять на себя слишком большое молитвенное правило. От этого может родиться только скука или переутомление. Совет опытного духовного руководителя, который указал бы подходящие размеры правила, очень важен в данном случае. Но начиная с небольшого сравнительного правила, надо стремиться к тому, чтобы научиться подолгу молиться и постепенно удлинять молитву по мере развития духовных сил. В данном случае вот это наставление Священноисповедника Василия в русле вообще святоатического предания. В частности, вот преподобные оптинские старцы неоднократно говорили многим своим духовным чадам, как монашествующим, так и мирянам, что молитвенное правило должно соизмеряться с духовными силами человека. И вот хорошо всем известное такое состояние как бы неофитской ревности не по-разному, когда человек только-только обращается к вере и может иной раз, пылая такой ревностью, накладывать на себя молитвенное правило превышающие силы. И это приводит, как обращали внимание преподобные оптинские старцы, к двум негативным таким вот последствиям. Одно из них уже упомянутое – это переутомление и как бы надрыв духовных сил, когда начинает молитвенное правило наскучивать и впадаешь в небрежение, в леность и полностью его оставляешь. А вторая, может быть, даже еще более такая опасность для души – это самомнение. Самовнение и духовная прелесть, когда человек, долго творящий молитвенное правило, может возомнить о себе, что он обладает уже какими-то духовными дарами, что он подвижник, и постепенно начинает с превозношением смотреть на окружающих людей, которые не молятся с его точки зрения так, как он. Если не сообразовались со своими силами, христианин возьмет на себя чрезмерный молитвенный труд, то обычным следствием этого бывает или уныние, и полное расслабление, причем уже самое легкое правило кажется невероятно трудным, и не исполняется. Смирение является вторым обязательным условием плодотворности всякой молитвы. Не забудем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание святого апостола Петра, 5 глава, 5 стих. Наконец, третье обязательное условие плодотворности молитвы – это достойный предмет прошения. К глубокому сожалению, очень многие христиане смотрят на молитву не как на величайшее счастье единения с Богом, а просто как на средство получить от Бога что-либо нужное себе. И прибегают к ней лишь в бедствиях и затруднительных обстоятельствах. На Бога смотрят, чуть ли не как на работника, у которого можно просить о суетном, иногда даже духовно вредном. Конечно, на молитве можно высказывать все наши желания, даже мелочные, не имеющие значения для нашего преуспения в духовном, ибо Господь, как любящий Отец, все выслушает. Но настаивать на исполнении желаний мы не можем по той причине, что мы не знаем, о чем молиться, как должно, как говорит святой апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе, 26 стих. Ибо не знаем, о чем молиться. И часто неразумно просим о том, что может послужить лишь к нашему вреду. Даже такие молитвы Господь иногда исполняет для нашего вразумления, если они предлагаются настойчиво. Но ничего хорошего из нашего упорства при этом обычно не выходит. То есть здесь обращает внимание священноисповедник Василий, что Господь по своему непостижимому для нас промыслу, по своей любви, такой отеческой заботе и в таких вот, скажем так, воспитательных целях иногда может исполнить прошение человека, который настойчиво о чем-то просит, прошение, которое не полезно для его души. Господь может исполнить, чтобы человек убедился, что надо просить, полагаясь на волю Божию. Надо всегда просить заканчивать. И начинать, собственно, и заканчивать молитву такими словами. Господь, да будет воля Твоя. И вот здесь далее священноисповедник Василий об этом и говорит. Сам Господь, прося в гефсиманской молитве о том, чтобы миновала его чаша страданий, прибавлял. Впрочем, не как я хочу, но как ты, да будет воля Твоя. Евангелие от Матвея, 26 глава, 39-42 стихи. Для нас это урок и образец молитвы. Просить настойчивого можно далеко не обо всем. В выборе предмета молитвы необходимо рассуждение. Настойчиво, не ослабевая, безусловно, можно молиться о чистоте помыслов, о нравственном исправлении жизни, о том, чтобы Господь не спасал мир в смущенное, раздраженное, беспокойное сердце, о том, чтобы Он привлек к себе и спас близких нам людей. То есть, настойчиво, не ослабевая, надо молиться о спасении окружающих нам людей. Уклонившихся на стезю неправды, о собственном спасении, и межевесе судьбами, хочу или не хочу спасимя Господи, и вообще обо всем, что служит к душевной пользе. Но можно ли молиться о богатстве, когда нам полезна бедность? Можно ли просить о взаимности женской любви, если нам полезно томиться тоской неразделенной привязанности? Можно ли воздыхать в молитве о комфорте и удобствах жизни? Конечно же, нет. Все это суета-сует и всяческая суета, как говорил Премудрый Экклесиаст, 1 глава, 2 стих. Подобные просьбы могут лишь прогневать Господа. У великого царя, говорит один святой писатель, и просить надо великого и полезного. Если ты просишь немного грязи, то этим ты только оскорбляешь его. Если мы не уверены абсолютно в духовной пользе просимого, то лучше всего предоставить исполнение просьбы на волю Божию. И хотелось бы добавить некоторые размышления святителя Николая Сербского-Велимировича, что он советует, как надо правильно строить свою молитву. Чем сильнее мы любим Бога, тем чаще мы возносим к Нему нашу молитву. Самыми достойными будут те, кто молится Богу непрестанно, следуя словам Господа Иисуса Христа, что должно всегда молиться. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Молиться непрерывно можно внутренней молитвой. Можно про себя высылать Богу свои неслышные молитвы даже в пути или во время работы, благодаря Его, восхваляя Его и вызывая к Нему о помощи. Нужно молиться и тайно про себя, но также и явно вслух. Когда человек предоставлен самому себе, он должен молиться везде. Также должен молиться вместе с другими христианами в церкви. Святые поступали так же. Любая правильная молитва, пишет святитель Николай, обычно состоит из трех частей – благодарение, моление и прославление. Сначала мы благодарим Бога за все, что приняли от Него. Затем просим Его исполнить то, что нам должно в данный момент. И, наконец, восславляем Его и величаем Его доброту, всемогущество и славу. Бог слушает прошения и молитвы людей и исполняет их. Исполняет их послушливо всегда, когда эти прошения и молитвы не связаны с грехом. То есть, когда мы в молитве не просим чего-то греховного. Как иной раз, да, в силу страстности нашей мы можем, например, просить о наказании, чтобы Господь наказал того или иного человека, который так или иначе нас обидел или поступил с нами несправедливо. Господь слышит и такую молитву, но, конечно, исполнять ее не будет. Из всех молитв Бог с наибольшим благоволением слушает сокрушенные молитвы кающихся, просящих оставление грехов. Ибо нет в мире ничего полезнее для человека, чем оставление грехов, чем освобождение от греха. Через то человек становится новым творением, через то он начинает новую жизнь, жизнь сына вместо жизни раба. Чем больше люди каются, тем больше они отлепляются от мира и прилепляются к Богу, тем скоропослушливее делается Бог молитвам таких людей. Молитва же, содержащая просьбу о Божьей помощи в злом деле, не только бесцельна, но и богохольно. Творить зло и молиться все равно, что сеять сорняки и требовать от Бога, чтобы выросла пшеница. Перед началом всякого благого дела мы должны прибегнуть к Богу в молитве, прося у Него благодати, помощи и содействия, дабы предстоящее нам дело было совершено достойно и добросовестно. По окончании же всякого благого дела мы должны встать на молитву и поблагодарить Бога за то, что Он удостоил и сподобил нас это дело совершить. Одним словом, все доброе, что мы имеем, или сотворили, или пережили, или увидели, или услышали, или прочитали, все, все без исключения следует полностью переписывать Богу, а не себе, ни своим силам, ни своему уму, ни своей праведности, ибо мы перед Богом ничто. Вот такие короткие наставления молитвы хотелось предоставить вашему вниманию, дорогие друзья. Давайте задумаемся над этим. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.